Тест 6-метрового кабеля боя, который М1 Pro. Я себе нашел здесь табуя редку дома. И буду рассказывать про нарушенки JBL BT700. Знаете, как приятно сидеть на табуретке перед камерой? Так вот, постараюсь коротко, но у меня это обычно не получалось. Будет три блока вопросов, то есть плюсы-минусы и непонятные. Непонятные в том смысле, что не удалось проверить, либо не понял. Начну с самого начала. Для чего это бралось и, скажем так, промежуточного вывода, кому это нужно. Наушники брались ради большого, ради отсутствия проводов, потому что они беспроводные, и долгого времени автономной работы. Все. Ну и цена там 3-3,5 тысячи на момент наиборяду и тысячи 2020 года, а по скидке Яндекс.Маркета я их вообще взял за 2 800. Причем половину оплатил вот этими, как его, сбербалами, то есть там живыми, скажем так, деньгами вышло 1600. Сейчас это стоит дороже, и вопрос их покупки уже менее, скажем так, целесообразен. Ценовое, скажем так, целеполагание я вам брисовал. Для кого? Опять же, эти наушники нужны для детей, подростков, не особо потязательных пользователей, которым не наступил на ухо Чайковский Моцарт. И кодек, который здесь самый простой из всех имеющихся, блютуз не кайфит душой и не ломает уши, не приносит страданий. Им не нужно шумоподавление. И все вот такие вот более киллер-фичи, которые уже можно купить за немного, скажем так, мягко говоря, большие деньги, чем эти наушники. Начну с минусов, которые удивили сразу после покупки. Первое непоятное удивление, это был зарядник microUSB. Я сейчас ищу кабель, скажем так, где он тут в карманах, такой оранжевенький, JBL-овский. Я не знаю, при таком количестве мест наушников, я не знаю, слишком дорого вставить кабель USB-зарядки Type-C. В общем, не знаю, мне это не нравится. Но это, как говорится, один вопрос. Опять же, его использую раз в две недели для зарядки наушников. Это перейдем к плюсам потом. И это не сильно огорчает, хотя огорчает. Что удивило, удивило сразу после покупки. В комплекте шел второй кабель для использования в качестве проводных наушников этих наушников. Он заканчивается джеком 2,5 мм. То есть в ваш смартфон или ноутбук вы втыкаете 3,5 мм, а в сами наушники, которые, мягко говоря, не уши-затычки, а полноразмерные наушники, которые вы одеваете в меда там чебурашки на голову. И здесь не нашлось разъема 3,5 мм. Ёшкин фото. По-моему, только Фуджи фильм, блин, так мучается на этом. В своих младших версиях. Я не знаю, что за маразм? Почему нельзя было 3,5 мм с двух сторон? Это первые два места, два минуса из комплектации. Следующий минус, кстати, связанный опять же с этим кабелем, это то, что многие пишут, что можно использовать эти все JBL 700 в качестве гарнитуры, если вы подключите их под проводу. Ну, я вам так скажу, что можно кататься и на корове, как говорится, кому и кобыла невеста. То есть, да, можно подсоединить, если они у вас сели их по наушникам, вот этим по проводу, но слышно вопрос будет, во-первых, в два раза тише, если не в ТАИ, и у вас будут какие-то помехи, ошибки, то есть будете вещать из какого-нибудь толчка, извините за выражение, и радиоточки одновременно. То есть, все пять человек, с которыми я пытался общаться по проводу в этих наушниках, они, кстати, были когда разоряжены, когда нет, все говорили, что мне стало плохо слышно. То есть, до этого я с ними говорил, либо буквально, либо вчера, позавчера, по этим вот JBL 700 BT, по блютузу, там где-то в фоне играла музыка, они меня прекрасно слышали, там телевизор работал, не знаю, радио, не знаю, что-нибудь еще, соседи разговаривали, матерились, вот они это прекрасно слышали. Когда я подключаю провод, гарнитура перестает работать, поэтому учтите этот момент. Еще один, кстати, минус, но он же частичный плюс, но я считаю его минусом, это то, что при подключении по проводу музыка будет сильно лучше. Опять же, кодекс здесь самый простой минус. Опять же, вот этот SMB, SMB, вот этот вот, который без ничего не имеет ни шумоподавления, ни улучшения качества, ни поддержка высокого битрейта, ничего он не имеет. И когда вы подключаете к смартфону свою гарнитуру, свои наушники через провод, разница такая же, примерно, как после айфона, включить какой-нибудь плеер Sony. Как пользователь, пользователь, пользователь смартфонов, плееров Sony, вот этих вакманов, вакманов. Забыл, как называется. Перешедший на iPod Classic, потом на iPhone, iPad, я вам говорю, что там качество было лучше. Все эти PAYAMPы, звуковые чипы, там были лучшие исключения только на iPod Classic, вот этот вот, пятого поколения, который с отдельным усилителем, который является отдельным, скажем так, коллекционерной редкостью, то есть ценится у людей, которые хочет и Apple, и AC, и хорошее качество звука. Что еще из минусов, которые я заметил, которые можно было просто предположить, все это заточено под правой рукой. Я, конечно, понимаю, что это ворчание левши, но, извините меня, по-моему, человек с левой, левшей, по-моему, уже как минимум 10%, и я думаю, по-моему, по статистике подбирается до 20%. То есть все эти органы управления, они располагаются на правом наушнике, и сами, анатомические вот эти вот все амбушюры, то есть они заточены под то, что это будут носить под правую руку, они как скос делается вовнутрь, с учетом того, что наушники будут с правой руки, и когда вы их переворачиваете, мало того, что у вас все кнопки меняют расположение, ладно, к этому можно привыкнуть, но к скосу наушников вы привыкнуть не можете, потому что они так сделаны. Опять же, если вы захотите их сложить, они будут сворачиваться амбушюрами не вовнутрь, а кнаружи. Я думаю, во время дождя вы все равно их спрячете, когда им сумку или подкрутку, но просто, знаете, может кому-то так неудобно. Не знаю, семечки сюда складывать или падать будут, кто-то, не знаю, есть семечки. Сама конструкция, продолжаем, минусы полностью пластиковая, то есть как она проживет, непонятно. Пластик достаточно хороший. Вот этот кожзрам тоже, естественно, никакой нормальной кожи здесь нет. Как это все проживет, непонятно. И если вам будут звонить по качеству вот этой гарнитуры, во время прослушивания музыки, его поставить ее на паузу, не факт, что она потом начнет воспроизводиться. То есть вы слушаете YouTube, смотрите, или YouTube музыку, там Яндекс музыки, VLC фильм смотрите, кинопоиск у вас там, фильм идет какой-то. Вам позвонили или, не знаю, вы слушаете там, вторую половину обратилась на кухню из соседней комнаты, вы ставите проигрывание на паузу, спрашиваете, чего там, говорите в течение 15 секунд, 30 секунд, нажимаете кнопку на наушниках, играть музыке, или YouTube продолжить воспроизведение, ничего не происходит. Хотя вот у вас YouTube открыт в этом же приложении, вы его никуда не сворачивали. Почему никак не связано. Вот я не смог понять эту систему, то есть кнопки play, pause работают, вернее громкости, звук можете отрегулировать, play, pause не работает. А если у вас запущено несколько приложений в фоне, то не факт, что у вас будет работать то, которое у вас сейчас активное. То есть ты закончил воспроизведение YouTube, то есть паузу поставил, с кем-то поговорил, решил на наушниках нажать, продолжить, и у тебя включился кинопоиск или Яндекс.Музыка в фоне там внизу. С чем связано, непонятно. Что еще из минусов? На самом деле из минусов у меня было написано много. Я, кстати, в шоу-ноты вложу все это, что у меня здесь написано. Минусы вроде бы закончились. Вот тот минус, который проверил себя на макбуке. Вот там у меня старый макбук 12-го года, айтин, вот с первых там iVizy, там 4.2 блютуз. Вот в самом iAlmi тоже 4.2. Нифига не контачит, то есть работают на меньшее расстояние, хуже по качеству звука, это даже чувствуется, несмотря на то, что здесь совсем дешманский кодек. Еще хуже становится. Чаще прерывание, в общем, фигово работает. Когда у меня было два телефона, iAlmi и вот этот вот Pocophone, который сейчас, надеюсь, меня снимает, продолжает снимать. Сейчас я подбегу, проверю. Там был блютуз пятой версии, и этот, как тебя зовут? Этот, как тебя зовут? JBL нормально меня перехватывал между двумя устройствами. Прыгал он, кстати, так умеет. Все нормально работало. Но, если вы захотите принять звонок по WhatsApp, Telegram, Zoom, то, скорее всего, эта вся зараза работать не будет. У меня и получилось. Может, у меня какая-то особенная версия. То есть, если вам приходит обычный телефонный звонок, вы отвечаете с этих наушников, нормально люди вас слышат. Тут, кстати, даже есть отличная функция одновременной работы с двумя устройствами. И когда вот у меня был Realme и Pocophone, ты сидишь, смотришь видео на одном телефоне, у тебя где-то валяется другой, на него приходит звонок, и тебя перебрасывает на звонок со второго устройства. Это очень удобно, грубо говоря. Ты можешь смотреть фильмы с какой-нибудь планшета или с MacBook, а телефон у тебя валяется, и ты переключаешься между двумя устройствами. Тебе приходит звонок, ты отвечаешь, удобная функция. Так вот, плохо работает с устройствами с Bluetooth младшей пятой версии. И проходной такой, переходной момент, то есть, плюсы-минусы и непонятно. Непонятно, как это все будет с ушами, потеть это будет или нет, потому что, опять же, я не смог до сих пор это проверить, потому что покупал в Naibae, было холодно, вне помещения не использовал, а жары в Москве, в России пока еще не было. То есть, у меня не было возможности в жаркий день, я либо работал, либо не было жары, вот до сих пор, середина мая, и непонятно, будут потеть уши в этих закрытых наушниках или нет. Судя по конструкции и опыту использования других наушников, будут, а может не будут, ну, не знаю. Поэтому это я не смог проверить. Непонятно еще по качеству всего исполнения, то есть, как вся эта кожа, кожзам вот этот вот, весь будет отшелушиваться, отваливаться, непонятно. Вся конструкция складная, раскладная, которая вся пластмассовая, как это все будет жить дальше, непонятно. Как поведут себя батарейки, или батарейка здесь одна, я не знаю, тоже непонятно. Разболтается ли разъем питания, непонятно. Это такие вот переходные моменты. Все остальное идет уже в плюсы этих наушников, то есть, изначально, то, что я их покупал, там, 27 часов работы или 2 недели в моих сценариях использования, то есть, YouTube, подкасты, там, музыка, не особо притягательно, или разговоров, там, по телефону, отлично. Перехватывается с двух устройств, о котором я тоже узнал случайно, я не покупал ради этой функции. Тоже работает отлично. По дальности это, сколько там, получается, 4 комнаты вместе, сколько этих, 3 комнаты, квартиры 60, там, 8 метров, то есть, комнаты, стоящие последовательно, друг за другом, естественно, боком, то есть, через даже 3 капитальных стены, на Realme C3, у меня Bluetooth добивал, то есть, ты ходишь там, убираешься, по всей квартире, не знаешь, моешь полы, или там, гоняешь кота, детей, и всякую живность, тебя нормально слышно, люди не жалуются на прерывание разговора, или музыка не прорывается, там, YouTube в фоне что-то шебуршит, или музыка играет, просто на Realme это чуть подальше, на Pocophone чуть поменьше, то есть, чаще вот эти прерывания случались, потому что, как я понимаю, не добивал, но все-таки, через 3, да, получается, капитальных стены, смартфон, лежащий где-нибудь там в углу, добивает по Bluetooth, вопрос никаких нет, по громкости, не считая, скажем так, прохода мимо МКАДа, и работы в метро, ну, прослушивания, где громкости, естественно, не хватает, и здесь нет шумоподавления, и к этому плюс, отнести тоже, многие не смогут, все остальное мне достаточно, его более чем достаточно по громкости, как гарнитуры в квартире, как наушников, по звуку, что о них еще сказать, они удобны, они не давят на уши, сами вот эти кнопки, которые здесь, пускай они с одной стороны, но они четко отделены, кнопка включения-выключения, она отделена от остальных наушников, кнопочек, с кнопками управления громкости, заряжаются за два часа, работают две недели, отличное качество, складываются, компактные, закинул куда-то там в карман, а лучше какой-нибудь чехол, я думаю, найти на Алиэкспрессе, не давит на уши, я даже не знаю, какие здесь еще плюсы у них могут быть, хотя опять же повторяюсь, у меня записано, у меня много записано, тут пунктов 20, о, самоотключение по таймеру, тоже офигенная функция, узнал случайно, когда просто в них заснул, и проснулся, опять задремывал, и проснулся от того, что они выключились, тоже та функция, которой я не думал, что она там есть, но она удивила, так же как одновременная работа с двумя устройствами, и она более полезная, чем работа с двумя устройствами, потому что экономит вам батарейку, ну, что я вам хочу сказать, все вроде бы, по громкости мне достаточно, и за свои вот эти вот, 2 800, которые я взял, по-моему, это киллер фича, киллер наушники, покупать дороже их, уже за 3,5, я думаю, вопрос-вопрос, но в качестве целевой аудитории, подарка ребенку, девушке, родственникам, по-моему, отличные наушники, будут вопросы, задавайте, поставите лайк, я буду вам за это благодарен, спасибо!